не особо много места не знаю тут сколько процентов соотношений но какое-то место занимает вообще если хотите чтобы это было больше текстур это шлем поглотил на что допустим в вашей игре там или в рендере будет особое внимание если это голова то конечно чем больше она занимает от этого пространства квадратного тем лучше тем качественная текстура и вот так как она мало занимает то есть текстура будет не особо ну там качественно и выбираем там ну любой любой материал металла и помещаем его помещаем его в эту папку этот слой можно удалить ну вот получилась у нас металлическая голова вот такая вот полностью из металла здесь вот какие-то непонятные штуки развертки которые запекал видимо там что-то попало туда принципе можно фотошопе это все убрать но не в этот раз как переключается карт вот видите здесь можно переключать карту c нажимаем и нам бейс колор хейдж раф нас металлик нормалка мбинт окружен ну и так далее может что вернуться нажимаем это материал есть у нас такое дело то есть основу мы подготовили теперь добавляем сверху еще один слой control g нажимаем и здесь назовем paint краска добавляем маску на него черную и добавляем сюда add color selected нажимаем это пипет и выбираем интересующий нас цвет это у нас вот этот зеленый видите да он перекрасился то есть сверху металла на легла лег цвет который идет стандартный слоя fill заливки то есть внизу у нас металл те которые элементы находятся сверху они это как бы послойная идет здесь покраска и тот который элемент сверху тот важнее главнее то есть он будет перекрывать нижние нижние слои верхняя часть это у нас просто маска которую мы выделили цветом то есть это у нас отвечает за это дело айди карта вот это вот айди карта вот она это альбедо материал айди айди мап короче цветовая карта по которой можно красим за это она отвечает за разделение ведь у нас разделилась уши отдельно стали а я по-моему что-то неправильно выделил нет а ну-ка еще раз проверю а я неправильно выделил сейчас надо проверить да получается нижнюю часть выделил а нужно а нужно то верхнюю так ну бывает бывает что сделаешь да я неправильно выделил ничего страшного сейчас мы это быстренько попробуем это можно все зарисовать вот так вот так верхняя же нам часть нужна так верхняя часть и посмотрим куда она там идет выделяем линию как она выглядит здесь верхняя часть получается на так здесь такой уголок идет и наша цель чуть ниже вот это так ну что ж выделяем вновь так а цвет цвет мы сейчас подгрузим так и погнали и да все правильно так ну что же сделаешь все мы ошибаемся давайте потом это сюда так удастся мне поскольку не удастся так так вот это наверно не сюда сюда вот поехали вот так вот и с так отлично есть такое дело теперь нужно открыть файл с цветом который который мне нужен кисть нужно выбрать забираем оттуда цвет и заливаем все пересохраняем файл заодно заодно вы посмотрите как как исправленную текстуру рабочую вот эту вот этим можно включить как вот она сохранилась там да но она автоматически здесь не обновляется правой кнопкой нажимаем и здесь нажимаем релот появилась такое то самое но это еще не все нужно перетащить ее обязательно опять сюда клакс видите все изменилось пересохраняем это дело все немножко я там ошибся но что же делать все мы все мы ошибаемся так и в общем с помощью цветовой маски вот этой вот да color selected мы закрасили нам нужные элементы теперь переходим на нижнюю часть и эта часть будет отвечать у нас за цвет также можно оставить и этот ров хейдж мета вот эти все дела все есть нам не нужен ров ну возможно одним 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 слоем обойдусь а может и нет но видно будет и и здесь зададим цвет какой-нибудь там в общем у меня цвет идет желтый цвет надо включить металлик слой металла чтобы он перекрывал нижний слой металл 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 и то есть его надо перекрыть тоже замаскировать это все дело чтобы чтобы он не просвечивался сквозь краску нажимаем м переходим в материал и вот у нас получился вот такой вот слой краски и сверху то есть мы с вами закрасили металл можно сюда же добавить Roughness чтобы мега блестящий или наоборот мега мутный то есть не не зеркально отражающий вот допустим Roughness новейшая краска да блестит как в автомобиле только покрашена еще даже не высохла это она так блестит или как бы уже слегка выгоревшая матовое такое состояние краски давайте оставим вот такой же допустим вариант вот такой вот матовый цвет получился мы сохраняем и можно перейти в настройки здесь и добавить немножко яркости ну не сильно чтобы лучше было видно что мы тут с вами делаем еще можно было возможно я это сделаю отделить вот по этим да линиям которые запеклись из нормал отдельные элементы в шлеме вот здесь можно отделить закрасить каким-то другим цветом или даже материал какой-то другой создать здесь вот можно сделать тоже ну чтобы оно было как-то дизайнерский какой-то ход сделать линии эти можно выделить и залить допустим каким-то из этих цветов ну вообще как там рекомендуется чтобы не было модель как попугай надо использовать там 3-4 цвета она будет более-менее смотреться ну имеется ввиду не цвет кожи да там палитра но она настолько практически незаметная но заметная идет основной цвет это белый такой розовый потом там кожа у нас неоднородная да она там и синий присутствует цвет и желтый цвет присутствует и красный и розовый ну то есть целая палитра все это нужно делать у нас модель механическая поэтому идет покраска и то краска тоже как вы знаете тоже имеет разные различные оттенки я хочу выделить вот эти вот линии они будут у меня цветом как гребень вот эти вот да да ну посмотрим какой то цвет может белый белая краска что мы делаем мы идем сюда в фотошоп здесь вот так вот делаем и надо перейти в 3d max чтобы найти эти линии если удастся их здесь найти нужно добавить материал и смотрите добавим нормал нормал текстура вот это нажмем на отображение так это у нас идет не по развертке получается все эти вот линии то есть я их ну не планировал не планировал выделить просто здесь выделил как имена форму это конечно проблема но не настолько чтобы не настолько чтобы отчаиваться это можно сделать другим способом то есть обычной кистью закрасим эту линию обычной кистью но надо аккуратно можно чтобы выглянило более-менее так покрыли краской краска у нас старая может иметь в себе различные сколы различные там царапины вмятины давайте же это сделаем как это сделать значит можно сюда кинуть карту ну то есть ну вот ниже можно добавить новый слой добавить к нему black mask в настройках убираем цвет roughness metallic normal и о его оставляем хейдж высота слой заливки слой заливки то есть основной слой под названием paint мы еще разделили на три слоя то есть основной цвет основы как бы на затем наносим последующие слои все это на спарке аккуратненько последующий слой я сделаю такие такие вмятины которые были на металле и значит потом просто сверху это все было закрашено так переходим сюда и здесь у нас вот это grunge scratches run что-то там есть настройки но сначала давайте перейдем сюда и поменяем значит чтобы у нас была не выпуклая normal map а вмятина поставили такие вмятины жуткие и вот этим слоем fill мы регулируем значит scale здесь поставим ну чтобы соответствовало нашей модели размерам ну примерно таким да такого размера царапины баланс можно уменьшить не нужно чтобы было много но здесь баланс именно на глубину воздействует мы это вставляем контраст пускай такой будет scratch качество вставляем тайлинг нам не нужен scratch blur то есть размытие не надо ну хотя под краской подразумевает что они там будут слегка такие размытые ну давайте 23 а width тоже можно сделать чуть меньше так вот scratch length длина давайте вот такую столь оставим masking скрэч дёрт скрэч можно увеличить или уменьшим я уменьшу вот так вот так дабл скрэч уменьшим спот точки тоже можно убрать их так даст интенсити это типа пыль там какая-то чуть повышим чтобы глубже были эти вмятины в этом шлеме так что мы тут еще спот даст ну все стайлинг тоже мы не трогаем контраст можно инвентировать ну оставим пока место или можно можно сделать в общем здесь есть несколько вариантов проекции это UV потом несколько других вариантов ну можно использовать трипланар и выбирать понравится ну трипланар мне не нравится совсем поэтому я вставлю UV здесь вот давайте сделаем два что ли такой вот вмятины и тогда нам нужно сюда перейти немножко здесь подрегулировать уменьшить эти громадные вмятины такие сделать их чуть меньше то есть подбираем здесь нужный нам размер этих повреждений под краской вот такие вот они пускай будут вот так что хорошо так это мы с вами добавили слой с вмятинами под краской это мы работаем с вами только на над краской самого шлема еще есть у нас здесь стекло будет здесь такая самая краска но здесь добавлю какой-то рисунок из альф тут тут их предоставляется огромное множество и можно еще в общем здесь будет другой цвет и возможно какие-то скопирую части из этого из этих слоев и перенесу на другие но это будет позже так что еще можно добавить можно добавить неоднородность краски то есть добавить грязь добавить грязь добавляем очередной слой fill добавляем к нему черную маску здесь изменяем цвет и ставим roughness ну грязь какая она там это может быть маслянистая грязь от масла то есть она должна блестеть ну давайте что-то вроде масла опять к маске мы добавляем слой заливки fill и здесь несколько параметров и давайте перейдем к гранжи и выберем какой-то гранж то есть каким образом будет у нас отображаться эта грязь гранж ну здесь по названию можно finger что-то там отпечатки пальцев можно меня интересует есть такая такой гранж вот dirt есть scratch поцарапанный dirt тоже scratch значит грязь large какой-то различные здесь есть можно давайте это что попробуем бахнем сюда ну вот что получилось цвет поменяем цвет масла он ну такой коричневый что-то вроде коричневый такой или можно по-другому сделать вот а а вот такой вот выбрал я такой цвет и делаем его чуть-чуть темнее чем основной что-то что-то вроде этого так и у нас получилось получилось получились пятна масла пятна масла у нас получил получились и можно опять же таки с помощью скейла сделать их больше меньше или же выбрать вообще другую карту допустим ну с такими явно явными такими перепадами вот гранд швайп как это Dusty пыль ну и вот это что ли как потеки такие не особо нравится а это ну тоже что-то не особо изменилось можно сделать то фил фил тут какая-то новая я никогда не понял фил матч перью ю ю тайл по трипланар что нам скажет ну то есть нужно выбирать то что то что же нам понравится конечно или не понравится ставлю ю ю а вот какая-то брашер какой-то волос вот просто как ляпки такие именно пятна масла они кое-где видны потому что тоже что-то 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 выбирать гранж рост файн ржавчина пускай вот это также можно скейлом повераться сделать более явно и также здесь регулировать можно баланс то есть как насколько видно ее будет сейчас перейдем в маску вот здесь видно то есть или она мега контрастная или такая не особо и с помощью таких вот нехитрых движений мы можем добавить грязь на нашу модель также можно вращать здесь и смотреть куда грязь наша хлюпнется ну давайте типа он там бежал куда-то и в лицо ему масло шлеп а мне норм дальше побежал так в общем вот что-то вроде этого добавили на так у нас есть слой краски слой вмятин на металле сам металл есть и грязь грязь можно так же отрегулировать здесь roughness сделать допустим мега блестящий roughness то есть будет блестеть наше 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 масло видите вот ближе если сюда вот обращать внимание то есть идет слой краски и слой масла отключил выключил ну можно примерно так вот оставить к примеру скайп будет да но вообще тоже с этим нельзя перебарщивать то есть какую-то знать меру и сверяться с референсами которые допустим посмотреть на как они делают другие люди или посмотреть на реальные замасленные элементы там в машиностроении любом там все это можно увидеть как масло там капнуло как оно выглядит на краски блестит не блестит ну и тому подобное то есть это как бы основные элементы я делаю но можно еще добавить это не ничего у Продолжение следует...